девочки всем привет рада приветствовать вас на своем канале сегодняшнее видео будет традиционно о пустых баночках поэтому если вам интересно то конечно же оставайтесь со мной первое с чего я хочу начать это будет декоративная косметика у меня закончился вот такой вот тональный кремушек это у нас афинитон от мэйбелин в оттенке кремово-бежевый по оттенку мне подошел не совсем идеально все-таки больше он подойдет более загорелым девочкам или хотя бы те кто имеет более смуглую кожу на данный момент я белоснежка можно так сказать поэтому мне он был немного темноват поэтому да я его смешивала частенько смешивала с другими продуктами тем же самым мэйбелин fit me и принципе эффект был хороший в поры он не проваливается даже без базы под макияж имеет такую знаете очень хорошую среднюю консистенцию то есть он не плотный он не сильно легкий средний вот покрытие у него хорошая все перекрывает все прыщики если у вас есть и покраснение шелушение мне не вызвал вот принципе могу сказать что достойный продукт за свою цену за свою ценовую политику он весьма достойно вашего внимания поэтому если вы еще не пробовали то советую и да кстати у него очень приятный запах лично для меня далее закончилась моя любимая подводка это у нас был и в сен-лоран здесь уже все стерлось это baby doll коллекция не очень классная кисточка удобная мне нравятся подводки именно вот с такой вот мягкой кисточкой видите которая гнется которая весьма пластичная гибкая вот подводки мне хватило очень надолго но мне не засохла не высохла вот как герлен до часто этим грешит то это подводка шикарно ложилась она не оставляла проплешин она хорошо носилась течение дня поэтому вот абсолютно никаких нареканий обязательно еще ее возьму шикарная так далее переходим уже к уходу плавно закончился мой любимый кармекс он у меня должен быть в наличии всегда уходит у меня достаточно быстро особенно в холодное время года вот зимой я им пользовалась не только на ночь но и активно в течение дня вот поэтому классная вещица поняла для себя что все таки мне удобнее именно в таком формате чем в баночке но конечно же в баночке тоже буду возвращаться далее такой вот кремушек под глазки farm stay с экстрактом улитки это у нас восстановление для области вокруг глаз действительно я увидела в нем улитку как я это поняла крема которые с улиткой они знаете такие тягучие тянущиеся очень такой жидкой но одновременно не растекающиеся консистенции не знаю как правильно это объяснить но я думаю вы меня поняли если у вас когда-то был продукт с экстрактом улитки вы знаете о чем я говорю крем действительно хорошо увлажнял кожу в некоторых моментах он разгладился всем знаете такие маленькие морщиночки мимические то есть если вы вечером наносите к утру и практически нет я видела работу этого крема особенно под патчи я наношу я держала его в холодильнике наносила его потом сверху запечатывала патчами и ходила где-то около часа ну пока естественно патчи не высохнут эффект мне очень нравился знаете взгляд сразу такой свежий такой отдохнувший как будто вы вы спали 12 часов без перерыва поэтому вот отличный крем обязательно потом повторю еще когда когда попробую что-то новое буду слушать заранее прошу прощения далее такой вот продукт это у нас по-моему елизавета да это у нас была глиняная пузырьковая маска вся эта знаменитая серия нашумевшая со свинкой очень мне понравилось действительно очищает кожу очищает поры она конечно не удаляет на совсем черные глубокие да вот эти вот комедоны но она их осветляет их вообще не видно на вашем лице даже если они у вас были на носу их становится практически не видно вот хорошая вещь приятный эффект когда лопаются эти пузырьки вот что-то похоже на карбокситерапию как у косметолога если делали то процедура очень похожая такой же эффект как будто бы тысячу миллионы пузырьков лопаются на вашем лице такой знаете мини-микромассаж единственный минус ее очень сложно смыть особенно вот последние разы когда она уже подходила к концу пузырьки уже не лопались просто эффект глины на вашем лице и смыть отодрать ее с лица было очень сложно если у вас нет этого специального спонжика для лица то вам будет проблематично ее удалить а в целом маска очень достойная обязательно повторю еще раз далее такой закончился у меня кремушек для рук с лавандой это на 100 рецептов красоты это новинка я как увидела сразу же взяла действительно очень приятный аромат хорошее увлажнение но ненадолго буквально через 15 минут ваши ручки снова хотят пить вот поэтому не вижу смысла покупать его из-за аромата потому что действия абсолютно не годящиеся дальше для волос у меня закончилось два кондиционера в этом месяце первый это керасиас я вам показывала в прошлых пустых баночках шампунь бальзам принципе мне тоже очень подошел понравился хорошо увлажнил мои волосы хороший обязательно повторю снова и такой вот вот гарнир обычный который в принципе можно приобрести в любом магазине я люблю гарнировские бальзамы потому что они безумно приятно пахнут фруктами такой свежестью нереальный запах вот решила попробовать мне понравился конечно же буду повторять еще для волос у меня закончился вот такой вот крем-краска такая вот крем-краска лориаль соточка черная ваниль постоянную беру буду брать вот отлично закрашивает мою ружину не сушит волосы и не знаю ну да есть может какой-то эффект такой немного сухости волос но это мне кажется после любой краски я даже когда красилась специализированном салоне который работает на хороших красках итальянских дорогих эффект был точно таким же все равно волосы нужно увлажнять питать поэтому не вижу проблем не все устраивает быстро легко в домашних условиях можно все это сделать далее закончился для тела у меня такой вот крем антицеллюлит всегда у меня должен быть люблю его термоэффект разогревающий булочки просто горят кожа выравнивается вот доктора санта большой респект за то что сделал такую стукетку обязательно еще буду повторять ну конечно же моё любимое масло тоже не буду на нем останавливаться люблю именно это расслабляющие с экстрактом лаванды она нереально пахнет она очень хорошо увлажняет кожу и кожа просто дали для лица у меня закончился такой вот продукт это у нас очищение очищающий гель он был черного цвета можете видеть ковка черная такая если же ничего нет к сожалению но честно вот он мне очень пах мыло обычным мылом кусковым знаете и ощущение вызывал такие же вот какое-то ощущение до скрипа но после обычного хорошего хорошего очищающего геля у вас лицо скользит до после умывания здесь же такое вот как мылом вы умываетесь и не знаю как вам это передать но я думаю вы поняли если вы когда-то умывались и тем и другим то вот сильно какое-то ощущение сухости макияж он смывал ужасно поэтому не советую не берите и не вея в этом смысле меня очень разочаровала далее как обычно закончилась моя любимая хна покупаю только такую были у меня эксперименты с другими продуктами с другими торговыми марками но они мне полосили они оставляли проплешины на моих бровях поэтому вот решила вернуться к своей и больше не проводить никаких экспериментов и такой вот у меня карандаш закончился от мэйбелин продукт декоративной косметики это каял черный карандаш он у нас был автоматический здесь уже ничего нет прослужил этот карандаш в неровно год классный хороший не ломался отлично выкручивался не размазывался на слизистой окрасила только на слизистую нижнего века вот собственно говоря ничего не размазывалось не плыло не текло и в снег и тощи в слезы и в радость и абсолютно поэтому могу вам посоветовать стоит бюджетно результат очень хороший и все у нас остались масочки масочка закончилась гареньер тоже вам ее уже сто раз показывала хорошая но с тех пор как я попробовала корейские я уже не вернусь к этим абсолютно не устраивает меня лекала в этих масках ощущение после снятия вот на тик это липкость неприятность поэтому больше брать не буду добью свои запасы и все такая масочка закончилась брала в обычном гипермаркете хорошая но запах слишком химозный поэтому наверное больше брать не буду хотя эффект мне понравился и две корейских масочки попробовала я такую от с фолио это жемчужной пудрой она мне понравилась больше всего кожа стоять и стала такой ровной свежие очень увлажненной разглаженные сияющие вот именно эффект сияния кожи если вы любите когда кожи вот как будто бы светится изнутри то это ваша маска обязательно ее попробуйте вот искренне вам советую и такая вот с экстрактом птичьих гнезд она мне понравилась немного меньше но тоже весьма неплохо увлажняет долго не высыхает я с не хожу наношу ее перед сном где-то за полчаса она мне полностью высыхает ее снимаю и все даже крем не наношу то есть легла спать утра красавица вот поэтому советую присмотритесь кто еще не присмотрелся это были все мои пустышки девочки спасибо за то что были со мной провели со мной целых 12 минут своего времени и пишите ваши комментарии буду очень их ждать и всем пока пока